всем доброе утро я уже постирал развесила белье на улице очень хорошо теплище вообще ну я шарфик и куртку надела только для того чтобы ну как-то не знаю что ли осень вроде бы когда нужно надеть а так бы это все снялось ну и ветерок иногда бывает такой прохладный а там вы все это снялось к черту и шла бы я в одну свитерке тонком и штанишках как говорится иду я сейчас не нужно мощь чарли гулять он где-то там сзади плетется и в банк нужно заглянуть на нем не нам на ненадолго все вот самые главные по центру надо пройтись и посмотреть может быть уже началась черный в пятницу например вдруг в понедельник почему бы нет да она все равно это черный пятница это как бы так одно название но в общем пойду про центру по и мне же еще за подарками надо в общем делов столько море сейчас в банк потом беру машину еду либо в виду либо валькам по либо еще куда-то а потом уже когда приеду поеду потому что время еще даже 10 нету в общем вот так вот такие планы тут все перекрыли а там какие-то песни поют что это такое пойдемте посмотрим я уже всех в банк зашла на там одно дело надо было сделать и все вообще жара я уже сняла шарфика и я приду домой сниму курточку она у меня тонкая но это кожаная как называется каскас кассадора в общем вы поняли но жарко вообще духотище это время 10 всего представляете сегодня буду все проветривать зато у нас золотая осень смотрите какая красивая но только два дерева если туда смотреть то осенью никакой не пахнет ни в одном глазу давайте представим что мы где-то на севере и вот у нас осень вот эти деревья всегда очень красивый класс да сейчас сфоткаю песни какие-то поют ничего не понимаю что такое ящики какие-то красный крест что-то ставят тут песни поют вообще знаете у нас на этой неделе идет как бы пропаганда такая против насилия женщин и все такое а это по-моему против рака да это против рака вот так вот взяли из ничего сделали праздник ну как это не праздник это наверное чтобы привлечь внимание а вообще говорю на этой неделе везде идут всякие знаки по телевизору что там контр-мачисто я не знаю как мачисто перевести это мужчины которые плохо относятся к женщинам в том плане что там унижают оскорбляют бьют в общем пропаганда такая идет а вообще вот не знаю как в других странах но здесь очень часто по телевизору показывают в газетах вот такие вот царапи собрание проводит против насилия против против насилия мужчин к женщинам не в плане там телесного да как-то даже ну про плохого отношения но хотя все равно каждую неделю показывают по телевизору убийство женщин не знаю и вот этому признают особое значение постоянно показывают номер телефона я кстати его знаю 016 потому что постоянно показывают что типа если вас кто-то обижает там мужчина бьет или даже просто психическое какой-то насилие то позвоните по этому телефону анонимно и вам помогут есть специальные типа как не лагеря резиденции такие для женщин с детьми даже где им предоставляют помощь от мужчин вообще строго относятся к этому и обычно даже какие-то там мужикам которые ну женщина обратились в полицию и суд вынес что мужчина не может приближаться к женщине там сто двести метров да и у него есть специальный браслет который вот как gps отслеживает его нахождение в общем все строго но есть конечно женщины которые этим пользуются да все есть как бы женщины тоже не ангелы бывают такие что специально против мужиков прут специально там не знаю на них какие-нибудь заявы пишут я не знаю но дело не в тоней не об этом я говорю о том что вот да если вас обижают мужчины то можно попросить за защиту и помощи вам обязательно помогут но это по типам он против рака против рака тоже очень часто здесь всякие вот эти вот мероприятия проводят вообще знаете что я думаю что все вот эти вот отношения терпеть когда тебе там оскорбляют бьют или еще что-то нет бывают ссоры в семье это безусловно как бы милы бранятся только тешится но чтобы терпеть избиение еще что-то мне кажется что мы родились рождены один раз и чтобы терпеть или жить вне любви или жить вот в семья вроде бы да только терпеть друг друга я бы так не смогла я люблю комфорт жить в семье в которой друг друга люди ненавидят это не для меня это уже не комфорт нифига а просто терпеть ради чего и зачем то есть не надо никого терпеть не надо допускать что когда тебя если тебя обижают бьют или еще что-то нужно искать выход выход всегда есть как говорится знаете выход выхода не только из могилы а в остальном случае всегда можно найти какой-то выход помощь и терпеть избиение или еще что-то не нужно потому что жизнь она короткая пройдет и все и и что будет вспоминать ничего если конечно доживете доживете ну не знаю есть же люди которые терпятся ради чего не знаю вот так все мы уже возвращаемся нагулялись я уже переоделась сняла куртку и надела вот такой у меня шарф есть видите с дырочками очень удобно и вообще вот так я иду на улице что я вся в спать и нам щи жарись но в тенечке прохладно поэтому как бы знаете это только вот цеплять болезни еду сейчас беру машину и вкусняшки покупать подарок я тут кое-что взяла взяла себе зубную щетку эти беруши и чтобы спать нормально этому же там кого где колон вот и смотрите что я нашла звездочка в меркадоне представляете бальзам ориенталь наша звездочка я понюхала прям а я а я в китае покупала в алиэкспрессе они вон они стоят что только нет вот видите надо столько смотреть и рассматривать конечно на это время нужно тоже в общем вот так вот дальше хожу смотрю приехала в лидл сейчас пакетик возьму вы знаете у меня нет какого-то особого прям магазина который я очень сильно люблю мне нравится и меркадона и алькампу и лидл в каждом магазине есть что-то что мне больше нравится или меньше поэтому что-то ой вот это магазин от стоя вот этот мне так нравится мне такого нету потому что каждом магазине есть что-то то что мне больше нравится что-то меньше пойду я покупать вкусняшки в общем захожу я домой и вижу со смс-ку от мужа что он домой не приедет на обед поэтому я говорю ну а себе я ничего не буду готовить у меня там плов есть еще надо его доедать а вот и думаю взяла чарли говорю поехали на пляж погуляем потому что еще время рано домой чтобы закрыться знаете погода хорошая надо пользоваться моментом а я такая еще подумал блин а я ему мясо купила пожарить говорю с картошкой потом вчера знаете такой в общем говорит ты мне говорит готовить ничего не когда ты уедешь ничего мне не готовь я говорит к сестре буду ходить обедать вот и не надо мне ничего готовить но в принципе никогда ничего не наготавливала и вообще он говорит и вообще я пойду магазин куплю себе мясо и буду каждый день жарить мясо с картошкой горит надоело мне говорит все это овощи фрукты мясопродукты но в том вот я говорю я никогда не наготавливаю чтобы там уехать холодильник забить нас родственников много поэтому я знаете даже когда мы в другой квартире жили приходила домой он у меня было все постирана все поглажено и в комнате в квартире убрано но не потому что там что-то муж это делала вот родственники приходили ну дети и все это ему там и делали хотя он машинку тому может все это конечно делать но вот они раз приходят что выгонять что ли нет так что вот на готовить наготавливать замораживать там или еще что-то таперы какие-то я ничего этого не буду делать потому что вот к сестре будет ходить либо говорит мясо куплю хочу мясо мясо я мусь и купила мясо говорю сейчас пожариваем с чесноком чтобы глупо 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 не судьба ну где-нибудь там полупает на пляже ветер но очень тепло хорошо так прям это поэтому надо вот гулять а дома мы целый вечер будем дома сидеть тем не потом спортзал еще надо сходить не знаю вот может быть запишусь еще на одно занятие потому что у меня сегодня сумма но она собачка пока кого никто за ней не убрал пожалуйста с наглой рожей такой прям раз прошу прошел типа моя хата с краю ничего не знаю в общем не знаю на сумму я записалась на 7 30 но думаю может быть еще схожу на бодипам это вот что штанга там гантели все дела под мутончик тоже интересно и не так знаете там не так потеш потому что силовые нагрузки и в общем не надо ни кардио да я такая умная вообще я офигеваю над собой даже слова то какие я знаю откуда откуда ну не знаю запишусь не запишусь если надоест дома сидеть то запишусь я камеру от прячу от ветра потому что ветер мне в спину и сейчас не знаю чемодан надо достать наверное все таки потому что меня там вкусняшки тут вкусняшки где вкусняшки сейчас вам покажу что купила в общем вот сегодня накупила что тут а это домой это я сейчас буду ай чай вот смотрите какой купила новогодний да зеленый чай здесь с яблоком какой-то из из коромух какой-то не знаю что такое и биску в общем вкусно пахнет вкусно зеленый чай вот эти конфеты просто нереально вкусные это очень вкусно и вот я когда я сегодня увидела в лидале я вот взяла я поеду к подруге у меня меня в москве живет очень хорошая подруга с яслей мы с ней дружим и представляете судьба нас разводила сводила в общем такая подружку меня есть вот я всегда когда езжу в россию к ней езжу есть еще одна супер подружка но она к сожалению живет далековато в брянске туда я за неделю никак не урвусь а очень хотелось бы ну ладно и говорю как-нибудь встретимся обязательно так вот подружки тоже надо заехать у нее двое маленьких детей вот такие вкусняшки разные накупила потом как-то поделю шоколадки вот кстати раскрываю секреты все все увидит брат ну ничего пускай сюрпризы не удастся вот такой календарь взяла правда он там с шоколадками я не понимаю смысл этого календаря но мне очень очень хочется посмотреть что это за календарь такой потому что не знаю и вот так как у меня повод появился играет играет взяла племяшком такой вот календарь правда он до 25 наверное декабря ничего какая разница я в прошлый раз сестрой отсылала вот у меня когда сестра была летом у меня короче все что было дома я все отправила брату его семье и вот попался у меня вот такие кальманы в собственном соку я очень их люблю они очень вкусные и вот они мне сказали что им понравилось купила вот в подарок скажем так гостиницы три штуки вот этот вот попробовать хочу сделать там паэлью их побаловать покормить и вот дела специи но это естественно мацапан вот тунец вот такую банку взяла большую мы раньше всегда такую большую брали но на двоих как бы этой банки мы просто не не съедали я перекладывала все это стеклянную банку сверху заливала маслом но все равно стояла стояла очень хороший тунец там прям такой и вот такую банку взяла здесь даже не знаю сколько есть вот что еще но это тоже подарок это тоже подарок и вот разные туроны еще вот тут целая сумка разных туронов вот в общем по вкусняшкам все больше ничего не буду покупать осталось купить только мясо ну то колбаску и все больше чемодан к сожалению не резиновый черемой тоже надо хочу может быть даже манго куплю не знаю себе семечки взяла вот таких в лидоле и взяла вот такую вот штуку это температуру показывать влажность на улице и дома это вот как-то креп крепится в 50 метрах можно крепить на улице и в общем вам дома будет показывать все на свете тепло холодно как раз меня наверху на крыше прилеплю вот и будут и буду знать какая температура за бортом скажем так а то знаете постоянно выходишь на балкон и все равно я не понимаю что за погода еще как сидишь бедный родственник вот потому что вот видите сегодня вышло вроде бы тепло а насколько тепло я не поняла синоптики конечно не правы но блин походу надо уже чемодан доставать чтобы все это как-то укладывать и не знаю даже вот что-то покупала покупала сейчас смотрю и мало вкусняшек и мало вкусняшек но я еще кое-что я за из одежды хочу купить моей племяшки я еще может а вот тут у меня еще есть для дома купила грибы и это столь мясо мужу молоко эти вот какой-то купила творог но это как творог с этой с ананасом не знаю сладкий не сладкий в меркадоне что-то новое сейчас попробую это вроде бы как надо намазывать на хлеб и будет тебе счастье типа творожный этот как не паста а творожная масса не с изюмом только а ананасом очень вкусно обалдеть как вкусно рубль 50 стоит такая вот здесь 125 грамм очень вкусно на завтрак я разогрела себе плов и буду сейчас кушать и чай заварю вот этот чай так пахнет обалденно и мне кое-что нужно подшить штаны кое-какие буду подшивать штаны открыла шторочку не сейчас стирать еще машинку поставлю потому что на улице теплее чем дом да вы знаете в россии конечно все это есть и всякие конфетки и шоколадки и все на свете да но я помню себя у меня у тети у работала на ресторане у нее были знакомые иностранцы и они когда привозили ей вкусняшки она нам тоже давала блин вы знаете это такое счастье был же когда тебе гостинцы давали иностранные что просто пипец как я радовалась вот у меня воспоминания такие приятные что вот из-за границы представляете там шоколадки там всякие чупа-чупсы жвачки вот поэтому мне кажется что моих племянников тоже хочу чтобы осталось такие воспоминания остались что вот там четко живет в испании привозила нам разные вкусняшки а так что то везде все есть везде все есть и такие же шоколадки такие же конфетки никого уже ничем не удивишь как говорится но все равно когда гостиницы какие-то привозят в этом очень хорошие воспоминания по крайней мере вот у меня они есть да и может быть у моих племянников тоже будут такие воспоминания что вот приезжала и нам вот она постоянно привозила разные потому что одежда знаете одежда для детей надели и забыли выбросим хотя я и помню что у меня одежда тоже привозила тетя чай пахнет просто пипец какой-то вот и я помню у меня было спортивный костюм я не помню то ли шведом был что лишь швейцария фига узнает и вот где моя кружка любимая и вот этот костюм я носила потом мой брат носил представляете и вот такие воспоминания классные что просто вот детство да счастье какой-то вот может быть у моих племянников тоже будет такое такие воспоминания что вот приезжала тетка привозила нам много разных вкусняшек конфетки шоколадки вот а так типа блин как он вкусно пахнет никого ничем не удивишь все есть все везде есть я вот даже сейчас спрашиваю подругу говорю что привезти она говорит хочу привести говорит все есть но она на самом деле все есть вот такие дела семечек чемодан привезу оттуда черных вот черных семечек здесь нету но опять же есть русский магазин в котором даже черта лысого можно найти честное слово все буду кушать это вот вот такой вот отступление скажем так тима я сладкой такая рыба лизит отдыхать смотрите куда я прилепила еще этот датчик передатчик сверху прилепила вот такой от кока-колы бутылку чтобы вода как-то тортик был не особо его заливал но я думаю что все нормально будет да я так понимаю что это вот тут вот где температуры мерит и все дела то есть он открыт а вот там прям подо мной видите шторка находится сама эта база так что мне кажется самое наилучшее место это вот здесь этого датчика передатчик белье уже почти высохла а еще я совершенно забыла напрочь вылетела из головы что я сегодня обещала подружку пойти по встрече и и маму представляете вообще из головы вылезла а я еще говорю в спортзал пойду пораньше какой у меня же стрижка меня сейчас она подружка спрашивает типа во сколько ты придешь а я такая блин спасибо что сказала говорю а то я не пришла бы не пришла бы вот такая вот я представляете с этим поездками все из головы вылетел ну пипец какой-то сейчас белье сниму и пойду чай попью и все идти надо ой голова это то таня пришла смотрите какой котяр а у тебя сколько танк смотрите как ужин я их боюсь котов я бы котов и боюсь представляете собак не боюсь а котов боюсь такие глаза у него голубые бегемотище что есть где 2 где 2 то 2 гулять по моему на бегемотище у него слушай его надо в это в спортзал срочно вот я собиралась в спортзал а вот ты мне позвонил ой я кошку боюсь прикинь скажите у меня боятся вот скажи я какой он весит больше чем мой чарли на льда глаза такие голубые мара мой блин вот это глазюки на самолете летали скажи на поезде уехали за такие утонуть можно ну это как их сноу шу что ли они называются нормально но ушу скажи я да я уже пришла спортзалом так быстро пока пришла от танки вот подстригла их картошку тут вот бегом добежала до дунушу завода такая до дому бегом бегом переоделась и спортзал и вот и спортзал пришла сейчас домой прям все с понедельник день тяжелый знаете сейчас йогурт я ж себе йогурт сегодня купила сейчас йогурт поем и сделаю чай на завтра у меня грибы прикиньте я намазку то купила а хлеб то не купила нормально так вот намазывать то на что буду пипец завтра опять в магазин ехать как же то вот а с вами буду завтра прощаться вот начинается неделя такая прямо у меня в общем выживем всего самого лучшего и встретимся с вами завтра всем пока пока